так приветствую всех наших зрителей канала таежная обитель сегодня я хочу молодым охотникам рассказать о том как я отучаю собак от капканов сначала я вам прочитаю вот такой маленький рассказ если что-то там вы не поймете то расскажу еще рассказ называется укус осы совет охотникам по своему характеру и повадкам охотничьи собаки совершенно разные с некоторыми охотник быстро находит общий язык и работать с ними одно удовольствие они смышленные быстро все усваивают про таких говорят даже учить не надо есть собаки туго думы но повозившись с ними в тайге можно охотиться но как среди первых так и среди вторых могут оказаться отчаянные воришки вот с ними то жди беды и охотник и сам его четвероногий помощник собака на путике будет чистить ловушки и капканы а охотник проклиная собаку будет бегать по этим путикам настораживать их снова и снова собака может сама попасть в капкан и просидеть там до прихода хозяина или вообще остаться без лапы приходится начинать отчаянную борьбу с таким другом и помощником приемов много но не всегда они помогают особенно если воспитательный процесс запоздал и у животного закрепились дурные навыки поэтому мой опыт подсказывает что об этом нужно позаботиться заранее прием который я советую очень прост его я подсмотрел у самих же собак летом когда много паутов и мух можно видеть как ловко лобят собаки этих кровососущих насекомых но никогда взрослая собака не схватит осу шмеля или пчелу она их боится много раз доводилось видеть как неопытный щенок хватает их и тут же получал такой урок что усваивался он моментально и на всю жизнь свой метод я так и назвал укус осы для воспитательных целей берется самый маленький капкан нулевочка вот такой капкан нулевочка берется со слабой пружиной со слабенькой пружиной такой капкан на пятачок вот здесь у меня специально проволочка привязывается кусочек мяса или просто на пятачок намазываешь сливочное масло это для собаки деликатес а масло оно его не надо привязывать кусочком его намазал на пятачок и оно тут будет на пятачке это так сливочным маслом кстати ловят горностаев просто пятак мажут сливочным маслом сейчас их не принимают а раньше их принимали они я уже говорил довольно дорого стоили 6 рублей 20 копеек туда день был 3 15 а горностаев стоил 6 20 и мы ими занимались вот по осени когда их много пока их не съели колонки соболя они бегают обычно по краю речи по над берегами ну и так везде они бегают но по над берегами и в это время ставишь капканы и они очень ловко ловятся на пятачок масло ну вот точно так же и отучаешь собаку на пятачок масло и это приучаешь их дома прям во дворе подзываешь и пока молодую собаку подзываешь и со словами капкан нельзя ставим его на землю и уходим случается что собака лезет капкан практически сразу же не успеешь сделать пару шагов как раздается металлический щелк вот такой металлический щелчок и взвизгивание как при укусе осы вот когда оса укусит щелчок он точно также взвизгивает оборачиваешься к напуганной неожиданной болью воспитанницы и вновь произносишь капкан нельзя капкан нельзя редкая собака осмелится повторить попытку еще раз а тех которые пытались это сделать больше двух раз я не видел ни разу для закрепления получена навыка снова настораживаешь капкан произносишь заклинание капкан нельзя теперь он будет стоять несколько дней а собака будет коситься на него с опаской и обходить стороной после такого урока собаку можно спело брать с собой на путик на путике точно так же когда начинаешь расставлять капканы открываешь капкан и вот так щелкаешь показываешь собаки и говоришь капкан нельзя ставишь на жердочку или в домик ставишь и собака потом их боится и у меня даже я так с улыбкой все время смотрел идешь по лыжне там сворачиваешь к ловушке или к домику или к жердочке обычно раньше когда собака бегала по лыжне и прям к ловушке которые не трогают они проходят и под ловушкой но не трогают ни капкан ни приманку а эти собаки научены вот капканом они уже идут по лыжне но когда видят они вот эти вот приспособление или ловушку у них своя тропа отдельно ты к ловушке она вокруг вот это очень замечательный способ даже ловушки в которых нет капкана и ты им говоришь капкан нельзя нельзя капкан они обходят и это очень замечательно я сам собаками воровками тоже натерпелся очень много и там видел некоторые охотники даже в горячах и убивают собаку поэтому чтобы самому не нервничать чтобы собаку не мучить потому что собаки бывают замечательные а ты с ними не можешь найти общий язык лучше приучить я не знаю как учат кинологи они тоже хорошо учат я видел воспитанных собак которые все понимают но я учу вот таким простым способом лучше один раз такой слабенький капкан шлепнет по носу собаку чем потом всю жизнь ее или мучиться самому или поэтому вот такой небольшой совет я даже рассказик специально написал потому что может охотники будут читать вот такой вот опыт укус осы он вам может пригодиться смотрите канал таежная обитель подписывайтесь заходите задавайте вопросы комментируйте и в этом общении мы друг от друга будем какие-то знания получать даже мне иногда сейчас мне нравится у меня сейчас много подписчиков старых охотников опытных они соглашаются со мной где-то еще подсказывают потому что учиться надо всю жизнь я 40 лет проохотился но я знаю что не все я знаю чем больше знаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь и учиться никогда не поздно так что всем желаю удачи и здоровья пока пока пока